В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Ольга Руслова. Здравствуйте! Накануне вступили в законную силу поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Новшества ужесточили ответственность за несоблюдение правил оборота оружия. Сегодня у нас в гостях заместитель начальника управления Росгвардии по Нянинскому автономному округу, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы, подполковник полиции Сергей Никифоров. Здравствуйте, Сергей Валерьевич! Здравствуйте! Сергей Валерьевич расскажет об основных задачах подразделения и о тех требованиях закона, которые вступили в силу. Сергей Валерьевич, расскажите, пожалуйста, чем занимаются ваши подразделения? Если коротко, то Центр лицензионно-разрешительной работы осуществляет Федеральный государственный надзор за соблюдением за законодательство Российской Федерации в сфере оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности, за деятельность юридических лиц с особыми уставными задачами. Мы также предоставляем гражданам и организациям государственные услуги в указанных сферах. Одной из важнейших задач – это предупреждение правонарушений, связанных с оружием, выявление причин и условий, способствующих их совершению, в том числе путем доведения до населения требований закона через средства массовой информации. А много ли у нас в Ненинском округе людей, которые владеют оружием? Много ли владельцев оружия? Да, официально гражданским оружием владеет в округе практически каждый десятый житель округа. Мы осуществляем государственный контроль за почти четырьмя тысячами владельцами, у которых в собственности и пользовании имеется почти семь с половиной тысяч единиц гражданского огнестрельного, гладкоствольного и нарезного оружия. То есть, получается, каким-то образом этот закон, эти изменения в законе касаются каждого жителя округа? Да, совершенно верно. Учитывая, что у подавляющего большинства владельцев оружия есть родные, близкие, жизнь и здоровье которых могут оказаться под угрозой в случае несоблюдения гражданином, к примеру, правила безопасного обращения с оружием, хранения, условия хранения оружия, то могут наступить последствия в рамках административного законодательства, уголовного, а не дай бог, и трагичного случая. Срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение административных правонарушений в области оборота оружия увеличен с двух месяцев до одного года. Норма закона лишает правонарушителей возможности избежать наказания. Например, за скрываемую утрату предметов вооружения изменения конкретизировали и выделили в отдельный состав утрата оружия вследствие нарушения правил хранения или ношения оружия, а также вследствие нарушения правил перевозки, транспортирования или использования оружия. Наказание для граждан включает штраф до 10 тысяч рублей, а также лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок до трех лет с конфискацией оружия. Статья 20.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях дополнена частями 4.1 и 4.5. Первый устанавливает ответственность за нарушение правил хранения инициирующих и воспламеняющих веществ и материалов, пороха, капсулы для самостоятельного снаряжения патронов гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию гражданами, если это деяние содержит признаков уголовно наказуемого деяния. Вторая. За нарушение требований законодательства об оружии участников публичных мероприятий, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Часть 6 указанной статьи получила новую редакцию. Теперь нарушение правил приобретения или передачи оружия, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 000 до 5 000 рублей, на должностных лиц от 10 000 до 30 000 рублей, на юридических лиц от 30 000 до 100 000 рублей, либо административное приостановление их деятельности на срок до 30 суток. Обновленная статья 20.10 Кодекса о опытехных правонарушениях, устанавливающая ответственность за незаконное изготовление, приобретение, продажу, передачу, хранение, перевозку, транспортирование, ношение и использование оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к нему. Наказание для граждан включает штрафы до 10 000 рублей с конфискацией оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к оружию, а также до 15 суток административного ареста. В соответствии с изменениями лицо, добровольно сдавшее оружие, основные части огнестрельного оружия и патроны к оружию, освобождается от административной ответственности по указанной статье. Раньше такая норма существовала только в уголовном кодексе Российской Кодерации. То есть добровольную сдачу теперь освобождает и от уголовной, и от административной ответственности. При этом не может признаваться добровольной сдачей оружия, основных частей гнистрированного оружия и патронов к оружию, их изъятие при задержании лица, а также при производстве предусмотренных законных мероприятий по их обнаружению и изъятию. Сергей Валерьевич, а вот какая работа планируется в связи с тем, что у нас населенные пункты находятся далеко от центра. Как вы будете работать с жителями поселков, деревень, сел? С учетом географического положения округа, его специфики, доступности и отдаленности ряда населенных пунктов и отсутствия в них подразделений Росгвардии, работа организована на полномерной основе с учетом выезда в служебные командировки данной населенной пункты, в ходе которых в полный объем предоставляется весь перечень государственных услуг гражданам нашего региона, облегчается им, то есть нет необходимости пребывать непосредственно в центр, они могут документы предоставить непосредственно должностным лицам Центра лицензионной и решительной работы на местах, а также наши сотрудники проверяют условия хранения оружия и боеприпасов, находящихся в пользовании у граждан, и при необходимости могут оказать, не могут, а оказывают помощь для подачи заявлений в электронном виде, используя государственный портал госслуг. А это как-то происходит? Заранее информируется население? Как вообще это происходит и как часто? Да, я понял ваш вопрос. Все выезды анонсируются как минимум за две недели, заблаговременно, через средства массовой информации различного уровня, данная информация доводится на население. Вы затронули тему как раз электронной подачи документов, электронный документооборот, каким образом это происходит, насколько это сложно и насколько это доступно для жителей, особенно там ведь очень много жителей, наверное, такого достаточно пенсионного, ну как, так скажем, уже в возрасте, которым сложно, наверное, пользоваться. Как это вообще происходит, как они получают информацию и где? И доступ к этой информации, главное, к этим системам. Доступ к этой информации, информирование населенных пунктов во всех местах, буквально предоставление госслуг, многофункциональные центры, специалисты в том числе оказывают им в этой части поддержку. При наших выездах, используя выход в интернет, наши сотрудники помогают правильно пожилым людям показать, куда зайти, как зайти, на что нажать, и в последующем получить не просто государственную услугу без лишней явки в центр, и оставить там же непосредственно инспекторам оригинал документов, а получить в том числе и скидку в 30% от предполагаемой госуслуги, за которую необходимо оплачивать госпошлину. К примеру, за получение лицензии на гладкоствольное оружие, на его приобретение необходимо оплатить 2000 рублей, согласно установленных норм госпошлины. Через госуслуги с 30% скидкой граждане экономят 600 рублей, и процесс подачи и формирования заявки в последующем гражданина освобождает от бумажной волокиты и фактического прибытия в центр. Скажите, вот сейчас есть добровольная сдача оружия, что это подразумевает, как это происходит и для чего это нужно? Да, ответственные граждане, которым попалась опасная находка, в нашем округе активно используют данную возможность, так как в округе действует на сегодняшний день программа по добровольной сдаче незарегистрированного огнестрельного оружия и боеприпасов, и в случае, как мной было уже сказано, добровольной сдачи, они освобождаются от уголовной ответственности, и администрация округа, соответственно, эти моменты в рамках данной программы поощряет денежными вознаграждениями. Часто люди приносят оружие, часто сдают? Да, уже в этом году, на сегодняшний день, почти 10 единиц и почти 1000 боеприпасов гражданам было сдано непосредственно в центр, а также сотрудникам правительственных органов МВД, находящихся в отдаленных населенных пунктах. Но кто-то же это оружие потерял, а что, если человек потерял, каким это образом? Важно отметить, что данная программа работает в рамках оружия незарегистрированного, как было отмечено. Если оружие было ранее зарегистрировано, мы об этом уже говорили, Кодекс об институте промышлений за утрату оружия, с учетом введения всех учетов, владельцы мы всегда найдем, кто его потерял. Если он в свое время не заявил об этом, то, как мной уже было обозначено, норма права на сегодняшний день предусматривать санкцию вплоть до ареста до 15 суток. Сергей Валерьевич, вот, допустим, человек нашел оружие. Что ему с этим оружием делать? Куда его нести? И вот вы еще говорили про боеприпасы. Как понять, что ты нашел боеприпасы? Что это такое? Боеприпасы, они имеют характерные признаки наличия капсуля, патронника и пули, соответственно. Каждый охотник отличит боеприпас, но не каждый гражданин. Если вы сомневаетесь, то не надо никуда-то их сразу нести, об этом необходимо сообщить дежурную службу. Можно непосредственно в Росгвардию, а также МВД. В случае, если вы все-таки забрали, вы понимаете, что это оружие, понимаете, что эти боеприпасы и рискнули его куда-то с собой понести, то целенаправленно необходимо обратиться к сотруднику правоохранительных органов. Не обязательно в Росгвардию, можно и в МВД обратиться непосредственно, если, как мы говорили, в отдаленных населенных пунктах к участково-полномоченному полиции сообщить об опасной находке. Участково-полномоченная полиция, как и сотрудник Росгвардии, знает, как дальше действовать и какие документы составить, так, чтобы правильно оформить процессуальные действия. Каждый сотрудник правоохранительных органов знает, что необходимо оформить в случае добровольной сдачи огнестрельного оружия. А если все-таки человек неправильно зарегистрировал оружие, то есть не зарегистрировал его вообще, что-то нашел, оставил у себя и узнали сотрудники полиции, сотрудники Росгвардии, какое-то есть наказание, какие-то предусмотрены штрафы за это? Расскажите, пожалуйста, что вообще? В случае, если гражданин, понимая, что это является огнестрельным оружием, либо боеприпасом, он допускает административное пронушение. Все зависит от того, что он будет дальше делать и какого рода данные боеприпаса и оружия, вплоть до уголовной ответственности и привлечения непосредственно наличия судимости у него в последующем. Как уже обозначалось, добровольная сдача освобождает и от административной, и от уголовной ответственности. Поэтому мы рекомендуем, чтобы не быть привлечен к уголовной и административной ответственности, сдать их добровольно, что освобождает их от ответственности. А расскажите, вот еще существует такая процедура контрольного отстрела. Что это такое? Каким образом это производится? Вообще для чего? Да, существует такая процедура, это ответственность каждого владельца оружия, который имеет в своей собственности нарезное оружие, именно с нарезным стволом. Такая процедура проводится при приобретении оружия в магазинном непосредственно. Данный учет ведется с формированием пульса гильзотеки. И периодично всего раз в 15 лет. Также имеются некоторые нюансы. При передаче оружия, его продаже, дарении, в том числе необходимо произвести его контрольный отстрел. Чтобы пройти вот эту процедуру контрольного отстрела, куда должны граждане обратиться, где-то заявление написать или к вам прийти, как это происходит? Да, для проведения контрольного отстрела гражданину, имеющему в собственности нарезное оружие, необходимо обратиться в Центр лицензионной решительной работы. Для того, чтобы получить соответствующее направление. Непосредственно контрольный отстрел проводится на базе эксперта климатистического центра управления МВД России по Невинскому автономному органу. Сергей Валерьевич, вот сейчас начинается новый сезон охоты. Я знаю, что были нарушения правил в прошлом сезоне. Как их избежать, да, и что конкретно, за что были лишены лицензии охотники в том сезоне? Как избежать нарушения правил? Не нарушать их. А за нарушение правил охоты лица привлекаются к административной ответственности. И после вступления в законную силу с санкцией лишения заниматься охотой на тот или иной период, лица, которые подвергнут данному наказанию, на период сдачи охотничьего билета лишаются тех разрешений на оружие, которые они имели в пользование, и подвергаются принудительному их изъятию. Расскажите, пожалуйста, что за процедура наследования? Как это происходит и что нужно для того, чтобы наследовать огнестрельное оружие? Да, вопрос достаточно интересный. И многие до конца не допонимают, что в случае ухода из жизни владельца оружия наступает соответствующий период наследования имущества, которое предложило ему ранее. Особым объектом является это огнестрельное оружие. Для того, чтобы совершить какие-либо действия с данным оружием, которое должно быть изъято нами непосредственно после наступления данных печальных событий, это первоначально обратиться в материальную организацию нотариуса, для того, чтобы оформить это право собственности. Если же вы хотите, гражданин хочет самостоятельно на себя оформить оружие ушедшего из жизни родственника, то необходимо приобрести определенные права на приобретение, приобрести лицензию для владения тем или иным видом оружия. Для того, чтобы его в целом реализовать, продать, кому-то подарить, необходимо получить нотариально заверенный документ от нотариуса. А сдать его, просто принести и сдать, это возможно? Или только вот такие процедуры? После смерти владельца оружия, оружие нами будет изъято, по соответствующему вынесенному заключению. Потому что данный вопрос наших владельцев оружия мы всегда держим на контроле, чтобы в случае ухода из жизни их предпринять меры к изъятию из оборота оружия, так как официальный собственник не может уже обеспечивать условия его хранения. А штраф за это не предусматривается? То есть вот приходит человек, умер родственник, который получается был владельцем оружия, и чтобы не проходить вот эти нотариальные процедуры, все вот приносят к вам оружие, чтобы сдать добровольно? Или это получается недобровольная сдача? Что это получается? Непосредственно родственникам ходить в центр и говорить о том, что, вернее приносить оружие нет необходимости. Об этом мы узнаем и приходим непосредственно сами связываемся с родственниками, и им носить оружие нельзя, так как это будет ответственная ответственность. Надо пригласить сотрудника центра по местному нахождению оружия, если они его знают. И штраф за это не предусматривается? Штраф за это не предусматривается, естественно. Это будет в рамках закона все соблюдено. Сергей Валерьевич, а каким образом происходит продление разрешения? Что для этого нужно? Куда нужно обращаться? И вообще механизм всей процедуры? Зачастую граждане для продления разрешения обращаются с запоздалым сроком, но динамика в положительную сторону идет. К гражданину самое главное обратиться за продлением разрешения заблаговременно. При себе необходимо иметь медицинское заключение, старое разрешение на руках, предоставить оружие на осмотр и не позднее, чем за 30 дней обратиться в Центр лицензионной решительной работы, а лучше пораньше. Кроме того, мы информируем граждан путем непосредственно обзвона к ним на сотовые телефоны и по возможности почтовыми отправлениями. Подскажите, пожалуйста, если человек опоздал, то каким образом он получается нарушитель, он лишается лицензии на ношение оружия? Что вот если ты не прошел по срокам, ты за 30 дней не обратился, что вообще влечет это за собой? У каждого владельца оружия, с учетом того, что они приобрели право владеть, хранить, использовать оружие, возлагается определенный перечень обязанностей. В обязательном порядке граждане должны обратиться не менее чем за 30 суток до окончания срока действия, указанного в разрешении. Так как данный срок он предусмотрен для проведения соответствующих проверок в отношении гражданина и проверки дальнейшего возможного владения данным огнестрельным оружием. В случае, если он не соблюдает данный срок, то предусмотрена административная ответственность по статье 20.11 Кодекса области не в помешаниях. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. А я напоминаю, что в гостях у нас был заместитель начальника управления Росгвардии по Ненецкому автономному округу, начальник центра лицензионно-разрешительной работы, полковник полиции Сергей Никифоров. Я прощаюсь с вами, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова